Значимым событием этой недели стала рабочая поездка президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Новоискую область. Регион с огромным промышленным потенциалом. В последние годы он еще более увеличивается благодаря экономическим и инвестиционным возможностям. Первым адресом посещения стало предприятие Узбекистан Hydrogen Perkside в городе Новои. Глава государства ознакомился с технологическим процессом производства. Побеседовал со специалистами. Годовая мощность – 30 тысяч тонн перекиси водорода. 50% объема продукции поставляется на внутренний рынок. Остальная часть – в страны СНГ и Европы. Здесь же представлена информация о проектах, направленных на дальнейшее расширение деятельности предприятия. Также руководитель страны посетил химический технопарк «Заровщан Индустриал Технологи» в Карманинском районе. Президенту представлена информация о новых проектах, которые запланировано реализовать в технопарке. А их в общей сложности – 18. Работой обеспечено 300 человек. А после ввода в строй всех проектов будет создано более 2000 рабочих мест. Здесь же глава государства провел встречу с инвесторами. Президент ознакомился и с продукцией под брендом «Универсал Фильтр» в промышленной зоне города Новои. Сегодня налажено 6 производственных направлений. По итогам текущего года объем экспорта ожидается на уровне 1 миллиона долларов. И в дальнейшем планируется расширение географии и объемов поставок. Президент подчеркнул важность дальнейшего развития гидроэнергетики в стране. Дал указания по расширению участия местных предприятий в строительстве малых и микрогаз и производстве их компонентов. Кроме того, Шавкату Мирзиёеву презентовали новые инвестиционные проекты. Они позволят трудоустроить более 17 800 человек. Президент поручил содействовать инициаторам в организационно-финансовых вопросах и ускорить реализацию проектов. В ходе рабочей поездки глава государства ознакомился и с ходом начального этапа работ по строительству городка Новой Наваои и побеседовал с представителями старшего поколения и интеллигенции. Здесь будут построены жилые дома, школы, детские сады, поликлиника, парк Янги-Узбекистан и новый кампус Новоиского государственного педагогического института. Следующей локацией стала общеобразовательная школа номер 22. Президент ознакомился с её деятельностью, пообщался с учителями и учениками. «Моя самая большая забота и цель», — сказал лидер Узбекистана, — «воспитание молодёжи. Мы стараемся создать все необходимые условия для молодёжи. Полученные знания и освоенные профессии станут вашими крыльями в будущем», — добавил он. Ещё одной локацией стал политехникум в Новбахорском районе. Обучение здесь ведётся в дневной, заочной, вечерней и дуальной формах для выпускников школ и граждан разного возраста. Совместно с махалями в учебный процесс привлекаются безработные граждане, лица с недостаточной квалификацией и женщины, желающие работать. Те, кто хорошо осваивает профессию, принимаются на работу на предприятия. Президент пообщался с учащимися данного учреждения, выразил уверенность и поддержку в их дальнейшей деятельности. Во второй день рабочей поездки президент Шавкат Мерзиёев дал старт строительству и деятельности новых проектов. Также состоялось совещание по вопросам развития экономики Новоиска области, увеличение доходов населения и улучшение социальной инфраструктуры. Второй день визита президента Узбекистана Шавката Мерзиёева в Новоиску область начался с радостного события. Состоялась церемония, посвященная новым проектам с участием представителей общественности. В последние годы предпринимательство в Новоиску области активно развивается и интерес инвесторов к региону продолжает расти. Только за 2023 год в области было произведено промышленные продукции на более чем 101 триллион сумм и осуществлен экспорт на 648 миллионов долларов. Также освоены иностранные инвестиции почти на 478 миллионов долларов, а внешнеторговый оборот области составил примерно 1,3 миллиарда долларов. В регионе работают более 300 иностранных предприятий и их количество будет увеличиваться. На церемонии было объявлено о 15 новых проектах. Президент Шавкат Мерзиёев нажал на символическую кнопку и дал старт строительству и деятельности новых проектов. Президент Шавкат Мерзиев 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 инфраструктуры. Необходимо отметить, что по видеосвязи к совещанию подключилось руководство Каракалпакстана и всех областей. В начале встречи глава государства отдельно остановился на значимости парламентских выборов, прошедших в Узбекистане 27 октября. Отметил, что они наглядно отразили результаты масштабных реформ, направленных на построение нового Узбекистана. Оставили неизгладимый след нашей жизни как яркое проявление демократического развития. Президент искренне поблагодарил многонациональный народ за высокий уровень политической культуры и активность, проявленные на выборах, и за ответственное исполнение своего гражданского долга. Лидер страны сердечно поздравил всех соотечественников, удостоенных высокого звания избранника народа. Отмечено, что в результате выборов в нашей стране сформировалась новая система представительных органов существенно расширенными правами и полномочиями. Таким образом, наша страна вступает в новый этап демократического развития на качественно новый уровень. Мы видим в наших депутатах на всех уровнях людей, которые глубоко осознают свою ответственность, готовы неустанно работать, не жалея сил на благо народа и строительства нового Узбекистана. Людей, которые будут направлять свои знания и опыт на процветание Родины. Следует подчеркнуть, что в предвыборных программах партий и кандидатов в депутаты нашли отражение чаяния, стремления, проблемы и пути их решения близки нашим гражданам. Наш народ возлагает большие надежды и доверия на ваши новые идеи и инициативы. Люди ожидают многого от нового парламента и членов местных кингяшей, сказал президент. Область, названная в честь великого предка Алишера Наваи, должна стать примером духовного воспитания и просвещения. В этом контексте глава государства предложил объявить 2025 год в области годом Алишера Наваи. В рамках этой инициативы будут проведены республиканский конкурс и новоистские чтения, выпущены книги для молодежи и сняты фильмы по произведениям поэта. В городке Новый Наваи будет построен величественный памятник и музей. Проведение данной встречи здесь, в Новбахорском районе не случайно. Многие десятилетия люди, проживавшие здесь, сталкивались с проблемами и их важно было решить. И в последние годы последовательная работа помогла преобразить район. Он начал выходить на новые уровни развития. И о многом говорит тот факт, что именно в этот район, где десятилетия не было руководителей высшего уровня, приехал лично президент. Он лично встретился с простыми людьми, говорил о том, что их волнует, определял новые точки роста района, области и всей республики. На встрече было детально проанализировано экономическое развитие региона. В части экономики были детально проанализированы показатели и планы. За последние семь лет в Наваи реализовано 6,5 тысяч проектов на сумму 8 миллиардов долларов, что позволило создать добавленную стоимость в размере 27 триллионов сумм. Количество предпринимателей увеличилось втрое. Экономика в области за это время переместилась с девятого на третье место и достигла 82 триллионов сумм. В этом году будет реализовано 577 проектов на сумму 2,2 миллиарда долларов, что создаст 10 тысяч высокодоходных рабочих мест. Тем не менее, остаются значительные возможности для развития. Наваинская область расположена в центре страны и обладает богатыми природными ресурсами, развитой инфраструктурой и высоким человеческим потенциалом. На территории области сосредоточено 20 процентов минеральных ресурсов Узбекистана, оцениваемых более чем в 5 триллионов долларов. Это позволяет удовлетворить требования любого инвестора. Ежегодно в области производится промышленная продукция на сумму более 100 триллионов сумм. Доход на душу населения занимает второе место в республике, что создает большие возможности для развития местного предпринимательства, торговли, сферы услуг, общественного питания и туризма. В области производится 11 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год и скоро будут введены в эксплуатацию ветровые и солнечные электростанции общей мощностью 5,2 гигаватта. Это обеспечит бесперебойную работу новых промышленных и сервисных предприятий. В этом контексте был поставлен вопрос о том, насколько эффективно областной Хаким. Хакимы 11 городов и районов, государственные организации и банки, а также семерки в 330 махалях используют эти возможности. В 2025 году планируется привлечение в область 3,7 миллиарда долларов иностранных инвестиций, что позволит открыть 600 новых предприятий и создать 15 тысяч высокодоходных рабочих мест. Эти проекты будут способствовать развитию не только новои, но и прилегающих областей. В соответствии с новым законом о недрах будет внедрена новая система, согласно которой все месторождения стратегических ресурсов пройдут международную оценку. В Новоиской области будет создано региональное управление Министерства горнодобывающей промышленности и геологии. Теперь управление будет самостоятельно решать вопросы лицензирования, выдачи разрешений и выставления месторождений на аукцион. Через территорию области проходят реки Заравшан и Агдарья, а также 256 километров ручьев и более 2000 километров каналов. Было поручено построить на них малые гидроэлектростанции. На это будет выделено 10 миллионов долларов, а ГЭС будут переданы предпринимателям на основе промышленной ипотеки. В следующем году поставлена задача привлечь в новои 500 тысяч иностранных туристов и увеличить объем экспорта услуг до 150 миллионов долларов. Также были отмечены возможности создания торговых и сервисных точек из легких конструкций вдоль дорог. Особое внимание на совещание было уделено вопросам занятости. В области насчитывается 16 тысяч малообеспеченных семей и более 8 тысяч безработных граждан. Было отмечено, что с использованием дополнительного потенциала в секторах экономики можно обеспечить их занятость. Перед системами занятости и социальной защиты поставлена цель вывести 16 тысяч семей из состояния бедности в течение года. Было подчеркнуто, что необходимо создавать запасы продовольствия и ежедневно обеспечивать рынки, чтобы стабилизировать цены. В этом контексте сельская хозяйство играет важную роль, но в новои возделывается всего 100 тысяч гектаров орошаемых земель, 72% которых орошаются с использованием насосов. Несмотря на наличие 9 миллионов гектаров пастбищ, численность скота невелика. В следующем году планируется привезти семена и технологии из Турции и Китая для повышения урожайности хлопка до 70 центнеров, обновить 7 тысяч гектаров садов и виноградников, а также подготовить все орошаемые земли для посева 10 тысяч гектаров подсолнечника, как повторной культуры. Семена кормовых, лекарственных растений и приправ будут разбрасываться дронами по пастбищам и распределяться среди 50 тысяч жителей. В целом за 3 года улучшится 3 миллиона гектаров пастбищ, а численность скота увеличится в 10 раз. Также были затронуты вопросы, связанные с инфраструктурой. В связи с быстрым ростом населения города Заравшана, его территория будет расширена за счет Тамдынского района на 2000 гектаров, чтобы создать условия для 150 тысяч жителей. В городе Заравшане, Учкудуке и Тандымском районах проживают в общей сложности 200 тысяч человек. Сюда также приезжает много иностранных инвесторов. Для их удобства было предложено использовать аэропорт Заравшане и проложить дополнительные электросети к поселку Янгитом-де для увеличения количества предпринимательских проектов. Поставлены задачи по обновлению 18 старых школ и систем питьевого водоснабжения в отдаленных районах, строительству детских садов и школ, а также укреплению здоровья населения. Необходимо обучить профессиям и обеспечить занятость 9 тысяч женщин, заинтересованных в предпринимательской деятельности. Рассмотрена также подготовка к осенне-зимнему сезону и выполнение программы Яшил Макон. Ответственные лица, руководители районов и отраслей представили информацию перед областным активом и населением о результатах, ожидаемых в этом году и планах на следующий год. Да, диалог состоялся по-настоящему искренне открытый, конструктивный. В него посредством видеоконференц-связи были активно включены все районы Новоийской области, жители самых отдаленных селений. И можно с уверенностью сказать, что налицо была четкая, реально действенная обратная связь. Многие волнующие проблемы людей были решены прямо на месте. Ответственные руководители получили необходимые поручения. Лидер страны ставил перед ними конкретные задачи. Ожители Новои разных возрастов и профессий, молодежь, оксакалы говорили о важности дальнейшей реализации обозначенных необратимых реформ. О принципиально важном факторе личной ответственности руководителей всех уровней за осуществление намеченных сегодня точек роста, реализацию новых амбициозных проектов и программ. Примечателен тот факт, что по видеосвязи к совещанию подключилось руководство Кыркалпакстана и всех областей Узбекистана. Ответственные лица подтвердили, что в их регионах также существуют возможности для реализации направлений, указанных в Новоийской области. Заявили, что сделают соответствующие выводы и направят все усилия для повышения эффективности работы. В частности, озвучены меры по ускорению проекта в сферах промышленности, строительства, сельского хозяйства, туризма и услуг для развития региональной экономики и обеспечения занятости населения путем содействия предпринимательству и профориентации. Были определены планы до конца года и на следующий год. Словом, встреча обозначила четкую дорожную карту дальнейших действий, как в масштабах области, так и в разрезе всей республики. Задачи, сформулированные на сегодняшней встрече, можно охарактеризовать предельно емко. Всем и каждому важно работать оперативно, адресно и качественно. Нельзя допускать инертность, отстраненность и самоуспокоенность. Важно задействовать весь потенциал и ресурсы, весь профессиональный опыт и знание, быть настоящим патриотом, чтобы в конечном итоге каждый узбекистанец по-настоящему был удовлетворен жизнью. Ведь это главная задача всех реформ, всех инициатив лидера страны. На виде селекторном совещании, проведенном под партизательством президента, глава государства на основе новоиска области поставил перед всеми регионами четкие задачи. Он акцентировал внимание на необходимости правильного использования всех возможностей, привлечения инвестиций, выхода местной продукции на экспорт, развитие промышленности, а также преобразование региона в регион безбедности. В течение последних двух с половиной месяцев каждому гражданину, находящемуся в сложном положении, был назначен ответственный руководитель. Мы закрепили 8776 семей за 1571 руководителем. Из каждой из этих семей ведется целенаправленная работа по выводу из бедности, обеспечению занятости для членов семей и воспитанию их детей. Мы изучаем причины бедности и разрабатываем меры по их устранению. Также ведется индивидуальная работа с каждым мигрантом, что позволило за два с половиной месяца сократить количество мигрантов практически на 30%. Президент также поставил задачу по реализации принципа махалабай в каждом секторе, поручив руководителям секторов работать совместно с банками и активно внедрять опыции Хунабада, Гиждувана, Уичи и Зарбдора. Кроме того, глава государства поставила перед нами задачи по промышленной кооперации и налаживанию собственного производства импортируемых товаров. Исходя из этих задач, мы будем посещать каждый район, каждую махалю, чтобы поставить конкретные цели на конец года. К 20 декабря мы должны будем отчитаться перед Кабинетом министров и сделать презентацию о проделанной работе. Подготовка к этому уже идет полным ходом. Благодаря последним постановлениям президента, касающимся Сурхандаринской области, мы наблюдаем значительный рост интереса со стороны инвесторов со всего мира. Перед нами была поставлена задача привлечь около 800 миллионов долларов инвестиций. И на данный момент нам уже удалось достичь 600 миллионов долларов. Мы планируем выполнить все поставленные задачи по привлечению инвестиций и увеличению объема экспорта и надеемся достичь намеченных целей. На видеоселекторном совещании, проведенном под председательством уважаемого президента в Новоицкой области, были обозначены направления для всех регионов, а также важные задачи. Если говорить на примере Сырдаринской области, мы поставили перед собой ряд целей и задач, и работа в этом направлении продолжается. К концу года перед нами стоит задача вывести из бедности 15 647 домохозяйств. И в этом процессе опыт Сайхунабадского района полностью оправдал себя. На данный момент выдано кредитов на 425 миллиардов сумм, что позволило обеспечить занятость более 29 тысяч человек. Кроме того, было уделено внимание вопросам просвещения. В этом контексте будет проведена масштабная работа. В Новоицкой области 2025 год будет объявлен годом Алишера Наваи. Президент отметил, что в народе, где возвышена духовность, обязательно будет развиваться и экономика. Также были выделены конкретные направления работы, и выполнение поставленных задач позволит достичь намеченных результатов. На 2025 год поставлены еще более амбициозные планы. В стремительно развивающемся мире экономика Узбекистана растет. Это признает и поддерживает весь мир. За счет улучшения инвестиционного климата в нашем регионе за последние шесть месяцев началось внедрение международных инвестиций на сумму около 500 миллионов долларов. Этот процесс будет продолжаться, и мы нацелены через Махалинскую семерку внедрить предпринимательство в каждом домохозяйстве. В рамках посещения на войско области на виде селекторном совещании уважаемый президент поставил конкретные задачи по социально-экономическому развитию региона. Он выделил важные направления для дальнейшей работы. В первую очередь уважаемый президент указал на задачи по проведению специальных работ в Махалях под руководством руководителей секторов для улучшения условий жизни населения. На Манганской области в 788 Махалях руководители секторов совместно с махалинскими семерками будут работать на уровне домохозяйств. В частности, будут приняты меры для ускорения проектов в сферах промышленности, строительства, сельского хозяйства, туризма и услуг. Это позволит развивать региональную экономику и обеспечивать занятость населению через поддержку предпринимательства и профориентацию. Определены планы до конца текущего года и на следующий год. По инициативе президента в нашем регионе улучшена инфраструктура Махали, что служит целем социально-экономического развития на Манганской области. Для этого выделены значительные инвестиции и до конца года будут предприняты меры для стопроцентного запуска всех проектов. В следующем году мы также продолжим эти работы. В этом году в области поставлена задача привлечь зарубежные инвестиции на сумму 3 миллиарда долларов. Кроме того, к концу года ставится цель снизить уровень безработицы до 5%. Когда начались работы по сокращению бедности в Наманганской области, уровень бедных домохозяйств составлял 16,7%. Сейчас предпринимаются все усилия, чтобы достичь показателя 5% к концу года. На примере Новоиска области президент поставил перед нами конкретные задачи. Мы сделали выводы по итогам видеоселекторного совещания, проведенного нашим президентом, на котором обсуждались вопросы социально-экономического развития. Во-первых, до текущего года наша основная задача – посещение махалей и домохозяйств для выявления безработных, малообеспеченных семей и трудовых мигрантов с низким доходом, а также планирование адресной помощи на следующие годы. Президент поставил конкретные задачи для работы с каждым гражданином из этой категории. Для реализации данных задач созданы все условия и выделены ресурсы. В частности, в Бухарской области выделено достаточное количество субсидий, установлены квоты на кредиты от коммерческих банков, а также предоставлены земли для молодежи и внедрены механизмы поддержки предпринимателей. В рамках визита уважаемого президента Бухарской области 31 мая-1 июня были приняты решения по устранению ключевых проблем региона. В Бухарской области будут выполнены все задачи, поставленные на этот год, а на 2025 год запланированы конкретные цели по сокращению безработицы, уменьшению уровня бедности и возвращению трудовых мигрантов с низким заработком на родину. Второй приоритетной задачей, поставленной президентом, является привлечение инвестиций. Мы планируем увеличить объем инвестиций до 1 миллиарда долларов, а в следующем году удвоить данную цифру. В последние годы в Бухарской области реализуются масштабные проекты. Также президент поручил руководителям регионов подготовиться к осенне-зимнему периоду, особенно уделив внимание снабжению электроэнергии и газа, а также обеспечению населения качественными продуктами питания. Помимо этого были поставлены конкретные цели в рамках проекта Яшин Макон. У заключения совещания можно сделать вывод, что в Бухарской области для выполнения всех этих задач, поставленных президентом, будут проведены конкретные меры. Мы ждем с нетерпением каждый визит руководителя страны. И вот сегодня на совещании глава государства вновь предложил, как улучшить социально-экономическое развитие региона. Что еще можно сделать уже в следующем 2025 году, чтобы поднять экономику области, повысить благосостояние малообеспеченных семей. И каждая реформа, преобразование, которое проводится под руководством президента, направлены на улучшение уровня жизни населения. Здесь же говорилось, что намечены градостроительные работы. Я горжусь и была очень обрадована новыми идеями главы государства. И все поставленные задачи мы должны выполнять. Необходимо привлекать инвестиции. Нужно стремиться к новому. Еще один момент, который мне очень понравился. Было предложено в следующий год назвать годом Алишер-Наваи. Я думаю, что это очень порадовало деятелей культуры и искусства. Встреча главы государства с активом новоистской области будет вписана в историю национальной духовности с золотыми буквами. Я как новоевед, как обычный гражданин, очень рад тому вниманию, которое уделяется со стороны президента к личности Алишера-Наваи. Действительно, внимание к новои – это внимание к нашим корням, нашей идентичности. Алишер-Наваи говорил, среди всех благих качеств человека наиболее значимым является совесть. Если говорить по совести, последние годы популяризация творчества новои на уровне руководителя страны. Такого еще не было в истории. Запланировано множество нововведений. Учерождена международная премия Тюркского мира имени Алишера-Наваи. Это подобно Нобелевской премии Тюркского мира. Историческое постановление президента, вышедшее в 2020 году о широком праздновании дня рождения Алишера-Наваи. Знаковым стали открытия в соответствии с постановлением организации «Новые инициативы». Логическим продолжением всего этого стало объявление в 2025 году на войск области годом Алишера-Наваи. Создание мемориального музея, проведение мероприятий и конкурсов. Перед нами были поставлены важные задачи. Для нас это не только гордость, но и большая ответственность. Тот, кто будет использовать в своей жизни то, что воспевал на Ваи, то станет достойным членом общества.